Делка комбинезона дает возможность худо-бедно сориентироваться. Молодцы, белорусские все-таки не сдались. И давайте посмотрим, что здесь было. Вы видите, вытесняли и завал был. Был завал. Россиянку посекла. Ну, просто потому что пыталась... В общем-то, этот сезон принесен в жертву лишь 30-е место перед началом Олимпиады. Барановой надо терпеть. Но вы смотрите, у нее не очень хорошо работают лыжи. Она вынуждена практически стелиться, отталкиваясь. Не получается мощного толчка. Кильде Педерсон, опытнейшая Педерсон, дошедшая до своей медали. И в нынешнем году, когда ей 41, очень сильный сейчас этап будет. Педерсон побежит против Паруци, против Пауэр, против Вирпи Куйтунен. И Куйтунен попытается взять реванш за, в общем-то, неудачу в личной гонке. Ждем, каков разрыв. Итальянки в 12 секунды. Германия в 13,9. Сильный состав, но не сильный результат, не впечатляющий. И россиянки почти в 15 секундах позади Германии. Что касается... Так, вот Куркина. Вот Куркина. Ее отдельно показывает хороший классический ход. Но вопрос в том, где она относительно всех остальных гонит. Тренеры ее по дистанции. На держание лыжи работает вполне адекватно. Она настигает. Молодец, Лариса. 14 секунд было в пассиве нашей команды после этапа Барановой. Каков был отбор, собственно говоря, по какому принципу? Потому что бурлит интернет. И, как говорится, курилки вообще не виртуальные, а реальные, касающиеся как раз вот того, почему. Почему именно такой выбор? Ну, собственно, в основе было то, как выступят спортсменки, по крайней мере, в классике. Определение двух... ...во главе группы. Насколько я смотрю, выпала Куркина, не очень значительно. Но в гору на держание наши лыжи готовы хуже, чем на спуске. Вы видите, что на равнинке... ...на равнинке и на спуске она отработала. Гораздо более высокое положение рук. В базе толчка у француженок. Канатка приближается, но буквально на глазах. Стреляют безбожно лыжи у Ларисы Куркиной. Очень плохо держат, и в каждой горе она отступает. Остается километр сто. И надо растолкаться на спуске. У финок. У финок все очень хорошо с держанием. И то, что сейчас прострела, это сейчас на целину вышло. Вверх и Куйтона пытается догонять. Иной раз ее сравнивали и со Стефанией Бельмонда. Может быть как раз то, что она бежит на третьем, а не на последнем этапе, при всех своих спринтерских возможностях традиционно. Может это как раз и верное решение. Надо отыгрываться. Итак, пять команд более-менее компактно. Далее просвет. И вот только финиширует Куркина. Все проиграно на двух подъемах. Но по крайней мере не отпустила Канатка. Это значит, что хорошие попутчицы у Чипаловой. Насколько хорошие, правда, потому что ведь Амар бежит. Амар не ориентир для нее, безусловно. 25 секунд, 25 секунд отставания. Они бы, несомненно, усилили бы команду на классике. Кто знает, кто знает, на 5-километровом отрезке как бы получилось. 25 секунд, я напоминаю, было у Чипаловой в пассиве. И сейчас она более половины из них отыграла. Хотя многие наши болельщики начали разуверяться в этом. Очень важно, что именно на этом этапе бежит Чипалова. Юная шведка. Мощно отработав. Сейчас вынуждена считаться с этой трассой. Чипалова бежит так, как не бежала еще. По крайней мере, последний месяц. Вы помните ее преследование в последних двух дуатлонах, включая Олимпийский. Ей привозили. Точнее, не ей привезли, ей привезли сейчас. А там она сама себе на классическом отрезке. Отброшенная соперницами, которые работали очень серьезно против нее. Они ее буквально отцепляли. Как Чипалова здесь имела проблему. Вот здесь она теряла темп, когда догоняла во время дуатлона. Сейчас же все в порядке. Захенбахер все время мечется по группе. То вперед, то назад. Куражистая спортсменка, что и говорит. Но нужно все-таки аккуратнее. Пожалел и прожилее себя, и других не завали. Она это сделала. И вы видите, насколько мощная контратака. Великолепная подготовка в горах. И прошедшая, наконец, нервотрепка. Привозит к тому, что она вот всего... Редко видишь такое в середине групповых гонок любых лыжных соревнований. Как-то чаще всего все-таки держатся друг за друга. Это же смело бросило группу. И несмотря на то, что после такого рывка нужно еще отдышаться. Финка! Сейчас упадет. Нет, удержалась. Чуть, еще бы немножко, и она бы зацепила ограждение. И легла бы как раз под ноги Чепаловой. Пронесло. Мы этому рады не больше, чем сборная Финляндии. Фактически пропускает все свои сильные виды. Но он еще молод, и Олимпиады еще у него будут. Матвеева же ориентируется только на спринт. Сборная Германии создала себе преимущество. Клаудио Кунцель примерно в 10 секундах впереди. Финишный отрезок у Чепаловой получается вполне прилично. Хотя мы прекрасно понимаем, насколько она устала. И теперь Женя Ведведева отправляется на дистанцию в борьбе за второе место в очень сильной компании. Но как она умеет работать в сильной компании? Как она умеет толкаться? Вы видели. Юля Браво среди сильнейших. Евгения Дементьева после своего замечательного успеха. Это была первая наша лыжная медаль гоночная. Посвятила свою победу над собой и над большинством соперниц своему тренеру. Николай Васильевич Бондарев. Трагически погибший в прошлом году. Пока по большому счету мы не видели. Сабина Вальбуза не отпускает тройку, в которой бежит и Россия. И вы видите, что тройка превращается в четверку. 600 метров до середины этого этапа на плечах Медведевой. Группа начинает приближаться, съедать немку буквально на глазах. Только бы не растратила лишних усилий. Все оказываются в выигрыше, как вы видите. Ну а Катя Виннелаймен пошла в одиночку. Великолепно, великолепно работает Женя. Привет всему нашему северо-западному региону, который за нее сейчас особенно болеет. Два классных коньковых этапа. Просто потрясающих. Благодаря которым возродились наши надежды. Вот и говори после этого, что расстановка неправильная. Очень достойно выглядит она. А у Бьорген, видимо, сегодня не беспроблемно. Хотя, может быть, она и затаилась. И может быть, у нее сейчас будет тот самый суперспорт в гору. Но пока мы видим спорт в исполнении Евгения Медведева. И она привозит эту группу Клауди Кюнцель. Не в состоянии Кюнцель прибавить еще. Бежит уже почти на пределе. Ждет новых своих попутчиц. Ждет и надеется на то, что проявит свои спринтерские данные. У нее они, безусловно, имеются. Но не лучше же в самом деле они, чем у несравненного спринтера. Правда, проигравшего главный спринт. На прошлогоднем чемпионате мира. И она до сих пор это не может никак забыть. И до сих пор жаждет реванша. Обязательно на Олимпиаде я поборюсь за олимпийское золото. Никак. Потеснить немножко и выйти. Вот сейчас это как раз и делает Евгения Медведева абсолютно права. И Бьорген становится тяжко. Нельзя сказать, что у нее супертехника. Особенно в крутых очень подъемах. У нее вообще были очень серьезные проблемы в этом компоненте. И сборная просто-напросто посмеивалась над нею даже. Вообще такая история обиженной девочки получается у Бьорген. Хотя это, конечно, не имеет прямого отношения к действительности. Отцепила Медведева Марит Бьорген. Бьорген встала. Бьорген встала. Вот они горы. Вот то же самое происходило здесь с велогонщиками, участниками Джиру де Италия и Тур де Франс в этих же горах. Рядом тут перевалы легендарные. И те, кто великолепно атаковал в гору. А здесь были и Павел Танков, другие россияне. Будем надеяться, что их вот дух сейчас победный как раз и передается Евгении Медведевой. То, что продемонстрировала Эвис Захенбахер на предыдущем круге, на предыдущем этапе эстафеты, получается и у Евгении Медведевой Арбузовой. Она не уходит, к сожалению, как от стоячих, но она делает очень важный рывок. Кюнцель, как мы и ожидали. Все-таки простуда есть простуда. И у Бьерген тоже вот тот самый, те самые последствия бронхита все-таки вылезают. Не может быть чудес в такой тяжелой изматывающей гонке, где ставка слишком высока. Это золото Олимпийских игр. И успели мы уже 10 раз и потерять надежду в этой гонке, обрести ее вновь. Тройка определилась. Россия, Швеция, Италия. Бегут, бегут секунды. 10 секунд отставания. Кюнцель ушла. На этом бугре правильно отработала Женя. Еще один бугор. Совсем не кстати была эта монтажная пауза. Перемолчать этот отрезок было очень трудно. Скоростной спуск. У Медведевой прекрасно работают лыжи, но только бы не оступиться. Вот она возвращается в лыжню. Сабина вальбу заведет борьбу за серебро пока. Со шведской спортсменкой. И это, наверное, наверное, радует итальянских болельщиков. Просвет очень приличный. Включила ноги. Вы видите, как рано Медведевой продолжает. Буквально метелить. В высочайшем темпе работает. На пределе своих возможностей. Попадая в кадр всех информационных агентств. И крупный план атакующий Медведевой разбредется по всем красочным изданиям. В том числе и нашему изданию наверняка достанется. 3W Евроспорт.ру сейчас горой за Медведеву. Так же, как и все наше постсоветское пространство. Просвет есть. Просвет большой. Последние сотни метров дистанции. Бронзовая Женя. В 250 метрах от сенсационной. Я все-таки не преувеличиваю. Сенсационной после двух трудных этапов первых победы. Ничего не может сделать Стромстед. Переходит на средний ход. Уже совсем отдала свои силы в горах. Готовит контратаку Вальбуза. Вальбуза выходит из-под нее. Стромстед нет резерва. У Кюнцель есть. Хороший финишер. Пошла, пошла в контратаку. Российской сборной уже ничто не помешает. Флаг, к сожалению, не возьмем. Слишком мало запаса. Ну и ничего страшного. Пусть поднимется флаг во время церемонии награждения. Борьба в спринтерском финише. Женя, 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 давай все-таки закончим. Я понимаю эмоции, но давай все-таки финишируем. Прависсимо. Кюнцель по траектории Медведева. Медведева приносит в свою очередь сборной Германии серебро. Виктория. Виктория российской команды. Германия вторая. Италия третья. Мы поздравляем сквадро Адзуру. Многострадальную сквадро Адзуру. В этом году их пинали как лежачих. Марит Бьорген терпит очередное поражение в эстафете. В спринтерской эстафете осталась четвертая. Пятая лишь сборная Норвегии. И самое сильное звено команды. Марит Бьорген. Проиграла этот участок. Почувствовала, тонко почувствовала это Женя. А вот чего стоила эта гонка. Кунат резкой дистанции. Все-таки придут в себя и не будут прятать глаза. Они понимают, конечно, что два коньковых этапа выиграли эту гонку. Но ведь и надо было тоже не отвалить совсем далеко. Вы слышали, вы слышали, что сказала Женя. В этот момент спать нельзя, нужно атаковать. Но опять же, нужно ведь поверить в себя. Нужно не тесниться рядом с сильными соперницами, оглядываться на них, а просто идти в своем темпе, в своем хорошем темпе. Она, благодаря тому, что у нее уже есть бронзовая медаль, то это очень важное решение было, что ее поставили на последний этап. Видимо, за счет этого она все-таки обрела ту самую уверенность за счет предыдущего успеха. Она почувствовала себя составной частью элиты. И после первой своей олимпийской медали ее прорвало. Так, как бывает, прорывает на вдохновение людей, которые еще только приближаются к большим спортивным результатам, выполняют мастера спорта. Вот иногда странные вещи происходили. Ведь что грехотно?